доброго времени суток зритель и добро пожаловать на канал где мы снова продолжаем прохождение dark souls 3 и выход этого видео достаточно долго затянулся несколько дней ничего нового на канале не появлялась и даже ты зритель комментариях начал переживать не случилось ли со мной что-то плохого но нет к счастью ничего такого не случилось просто я был жутко заварен работой и возвращался домой слишком уставшим для того чтобы сесть за компьютер и запустить dark souls а к слову на следующей неделе будет еще один провал выходе видео так как я улетаю в командировку и всю неделю ничего нового на канале появляться не будет но зато может быть с этим если там командировки у меня будет выход в интернет а скорее всего он будет я смогу наконец-то раскачать и запустить свой паблик вконтакте следовательно следи за шапкой канала как только там появится ссылочка добро пожаловать можем пообщаться там таким образом сильно по крайней мере от этого канала и от этого прохождения отрываться не будем ну а здесь у нас два великолепнейших представителя местной фауны может и флоры черт их знает какая у них там физиология у этих драконов и чего с ними собственно делать я так подозреваю как только я выйду на мост сразу получу хороший такой удар порции огненной лавы но здесь этим мне не очень хочется туда идти поэтому давайте лучше расскажу откуда у меня появился такой крутой щит а это теперь один из моих новых любимых щитов а за получил я его просто бегая по локации и совершенно нечаянно ткнувшись в одну из стеночек а и 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 в и и в и там, убежав, сразу скрыться, провоцируем их на огонь и смотрим, чего они там поджигают, и куда там можно убежать. Сразу к решетке с воротами бежать смысла нет, а по-моему можно попробовать сразу сигануть под мост, сюда. Может быть так и сделать? Здесь я не проскочу под мост, то есть надо выйти. Дойти в сторону, чтобы, может быть, они перестали дышать огнем, да, разбежаться и с моста вниз, главное не разбиться при этом. Пробуем. Получилось, новый клад, осколок кости, это великолепно, чего говорит сообщение, мусор. Да, ничего нету здесь. Идем дальше направо. Вот вниз пока туда падать еще. Я, да не пока, я туда в принципе падать не хочу, но эта тварь, она же к огню очень восприимчива, поэтому мы сейчас быстренько ее подсожгем. Ах, черт возьми, надо было прыгать на ту сторону, чтобы вот тот еще клад подобрать. Может помочь удар в падении. Ну, конечно может. Нужно ли не спускаться? Ладно, у меня выхода сейчас все равно нету, а затем кладом придется как-то отдельно спрыгивать. осколочек, обломочек, уже лучше, и попал. Да, для пироманта эта тварь, ну, совершенно не представляет никаких проблем, особенно если пироманта, в отличие от меня, умеет метко швырять свои шары. Два мерцающих титанита. Стоило сюда сходить, безусловно. И не дотянусь, нет, не дотянусь, за этим кладом придется спрыгивать отдельно. Чего у нас тут? Еще один клад. Ненужная мне урна молнии. Все равно на мое проточенное оружие наносить это все... Ящерица! Успею, не успею. Еще один мерцающий. И кто здесь стрелялся? А как больно бьют! Да, говорил ты мне, зритель. Надо качать. Надо качать. Чего там качать? Надо было хп, а я этого не делал. Даже простые мобы вдвоем с легкостью отправили меня к костру. Очень здорово. Ну и я переоценил, конечно, скорость удара своего меча. Надо было этого не делать. Ну, да ладно. Зато второй клад сейчас подберем. Оп. Еще один обломок. Просто здорово. Можно будет еще один меч свой. А этот тоже парень, вызывающий из себя, выращивающий из себя эту черную тварь. Черт, надо было дать ей проявиться. А из нее же камешки при первом убийстве выпадают, насколько я помню. Месть. Где там был второй супостат? Откуда он выскакивает? Впереди атаковать из засады? Кого атаковать? Меня атаковать из засады? Интересное место. Мне здесь понравилось. И тот клад, который мы наблюдали уже ранее, но не могли забрать. Кто-то где-то громко топает. Как он дотянулся? И какой у него длинный спин. И парень, 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 парень. И опять дотянулся. А я застрял в ящиках. Мне нравится это место. И мне все больше нравится мысль покачать хп. Может быть, стоит этого сделать, вместо того, чтобы прокачивать веру и интеллект еще на 10 уровней вперед. Надо было его просто спарировать. Бежим снова? Бежим туда же. Дам проявиться этой штуковине. И заберу камешек. Да, будет же камешек. Большой осколк титанита. Так и есть. И снова толпа маленьких из засады. А потом. Большой, толстый. Откуда они спрыгивают, интересно? Можно ли упредить? Ну, очень неприятное местечко. Надо сказать. И эстус прилетел. Очень вовремя. Очень мне это нравится. Давай, родной. Снова большой осколок. Ах, этот вот козлина, который эстус использовать мешает. Чего он здесь охранял? Охотничий арбалет. Ну, к этим ребятам проход мы уже видели. И здесь же мы уже ходили. Значит, вряд ли что-то новое здесь будет. А мне казалось, что мы можем сейчас как-то драконов обойти. Судя по всему, нет. Не можем. Или я что-то пропустил. Иди, где-то какой-то проход. Иди, атаковать из засады. Да, еще раз осторожно атаковать из засады. Никаких стен иллюзорных нету. Ну и на ту сторону идти особого смысла нет. Значит ли это, что мне нужно искать какой-то другой обход? Ага, все, понятно. Бегу туда. Возвращаемся к костру. Я думаю, что я к нему присяду. Привет, парни. Мы вас оттуда сверху наблюдали сейчас. Присел к костру, восстановил свои эстусы. И снова на мост. И теперь спрыгивать будем в другую сторону. Вот таким образом. Тварь может вылезать. Она меня здесь не достанет. А вот здесь еще один проход мы видим. Ах, блин. А здесь она меня не будет доставать. За тварью беспокоился. Когда под арбалетчика попал. Как хорошо прошло через репост урона. Еще один арбалетчик. Точнее еще один элибардщик под обстрелом арбалетчика. Чего я там говорил? Здорово будет играть стеклянной пушкой? Как-то мне не очень нравится, если честно, сейчас играть стеклянной пушкой. Ага. И туда пройти можно? И сюда, судя по всему, к драконам. Точно. Это кто? Грубый самоцвет. А тут дракона как-то можно побить, пользуясь тем, что он нас не очень-то наблюдает. А попробую сделать это. Хоть чербалет мне недоступен. Слишком много силы требует. И мой черный лук Фарриса теперь недоступен мне. Хм. Это означает, что у меня не так уж велик выбор всевозможных стрелялок. Хм. Хм. Сквозь крыло пролетает, но это ж не честно, ребят. Хвост. До хвоста не дотягивается камера. Так высоко задрать я ее не могу. Да. Побить можно, но, по-моему, дракон даже не обращает внимания на эти укусы. Ладно, хватит тратить здесь время. Душа. И что? Полыхнете? По-моему, сейчас полыхнет. Да, он готовится, нет? Можно попробовать швырнуть. А здесь не достает. Великолепно. Достал. Черная сфера не долетает. Теперь эти перестали долетать. Хм. Но это ж не честно. Что делать будем? Как будем справляться с драконом? Да. Не долетает. Бесполезно тратить время. Бежим дальше. Поищем другой подход к ним. А вот маг, я чувствую со своими более дальнобойными заклинаниями, с легкостью бы здесь справился. в отличие от не очень дальнобойного пироманта. Вот эти же ребята живые. Ой, зря я двоих проагрил сразу. Но все хорошо, что хорошо кончается. Большие осколки. И все. Я не могу дальше шагнуть никуда. Как это здорово. Как это великолепно. С досадой пинаю дерево. Еще раз. Да. Ничего не упустил. А вот там как-то с крыши потом сюда сигануть можно будет. Надо запомнить. Там клад лежит. Хорошо. Еще эстус. Еще магический эстус. И стоим. Думаем, чего делать. Я хочу поменять расположение своей перчатки пиромантии. И... Вон туда нужно пробежать. В тот проход. Окей. Пусть успокоится. Пусть стихнет пламя. И побежим. Предварительно напялив в кольцо защиты от огня. И с тресков пилюли от огня. Побежали. Нет! Зачем я прожал это? Нечаянно кликнул на кнопку. А играл услужливо. Да ладно. Швыряется он. Да хорош. Швыряться. Я тоже могу огнем. Или не могу? Как-то все... Ну, очень печально у нас получается. Как вас много, парни? Черт возьми, еще один. Просто кошмар. Где я вышел-то? Рычаг. И никакого даже вот самого завалящего костерка. Ага. Мы открыли проход под драконами. То есть это, видимо, типа, как бы срез. Большая душа усталого бойца. А я могу дотянуться здесь до этого рыцаря? По-моему, имеет смысл его отсюда и поубивать. Если только моя пиромантия туда пролетит. Ну и, наверное, какой-то великолепный дроп, который я сейчас не пойду забирать. И с той стороны проход все-таки есть. Для этого надо было, наверное, в другую сторону сворачивать от... Бледная смола. А это же мимик. Я его сейчас задену. Конечно. Я лучше выдумать не мог. Я же хотел просто того парня, дохлого рядышком, ударить. Фух. Почти испугался. Но мимик бросает только лишь чешую. А вот эти ребята мне не очень нравятся. Потому что их много там. Ага. Там я клад не подзабрал. Там я клад не подзабрал. А вот эта штука... А! Нет-нет-нет. Откуда вы пришли? Супостаты. И опять много. Такое ощущение, что ребята просто бесконечные. Было очень это близко. И черт возьми, последний эстус. С ладьем заберем клад. Но... Когда же вы кончитесь? И откуда же вы лезете? Ребята. Черная огненная бомба. А у меня же бомб много есть. Надо было их использовать. Ладно. Карабкаемся обратно по лестнице. И разбираемся, что это за штуковина такая. Мне почему-то кажется, что я знаю, что это за штуковина. Это ж лапа дракона. И из нее вылезает черная тварь. Дракон болел. А я его вылечил. Слышь ты, там второй дракон. Ты будешь на меня нападать за то, что я твоего друга вылечил? Спит. Может, его тоже вылечить надо? И, кстати, к нему можно подобраться к его голове. С той стороны, если... Там вот пройти. Но мне кажется, что сейчас, убрав одного из драконов, мы можем вернуться вниз и подзабрать все эти клады. А также посмотреть, что здесь за выход. Что здесь за проход. Еще один клад. Чего пишут? Впереди клад. Спасибо, Кэп. А я никак не мог догадаться, что же это такое там впереди. Тетонитовая чешуя. А дракон... Умер, что ли? Ну, там наверху тоже черная тварь. И, видимо, черные твари его доконали. Или, когда я разбудил ту черную тварь, из обоих драконов черные твари вылезли. Таким образом, мой дракон был спасен. Мы эту тварь свою добили. А тот второй дракон сбоку был погублен. Так получается. Никаких иллюзорных стен. А там клад от рыцаря. И еще много рыцарей его охраняют. Хорошо. Для начала посмотрим, что здесь еще может быть. Мертвый дракон. Очень печальное зрелище. Какой-то шум. Неужели это те черные твари его издают? Вообще, было бы логично сейчас к костру вернуться. Вместо того, чтобы лезть на рожон. Но... Интересно все равно заглянуть. Чего-то колдует уже. А я ведь могу попробовать использовать гармонию, которую специально взял для того, чтобы посмотреть, как она работает. Все, ты теперь мой друг? Класс. И он передумал меня бить. А интересно, надолго ли это? Слышь, ты же клирик. Полечи. Будь другом. Не хочешь? И балдец. Дружные, верные, но глупые существа. Итак, клад из рыцаря. Но гармония, надо признаться, много очень манны потребляет. Поэтому нет смысла использовать ее. Один очухался. И бьет другого. Класс. Да, нет смысла ее использовать на рядовых мобах. Это слишком затратно. А что за мечи она использовала? Это существо в балахоне. Ну вот, себя-то не лечит. Меня лечить не хотели. И проход к боссу, что ли? Великолепно. Очень хорошо. А будет ли костер рядом с проходом к боссу? Ну, к слову. Щит мне понравился. Но надо было давно уже поставить другой щит. И потихонечку хп себе поднаращивать. Тем более, что здесь, судя по всему, мы можем выйти к лестнице. И к тем черным тварям. Внизу. А смогу швырнуть в них? Смогу. И там клады остались. Но прыгать за ними я сейчас со своими маленькими хп не хочу. Карабкаться наверх? Ну, наверное, надо. А костер будет ли около входа к боссу? Я не уверен. Наверное, нет. Нужно будет бегать оттуда. Но здесь есть дверь. Посмотрим ее. С этой стороны не открыть. Все как всегда. Наверное, сверху нужно ее открывать. А здесь у нас есть лифт. И, скорее всего, этот лифт будет шоткатом. Прогрузились. Локацию. ФПС перестал скакать. Смотрим, куда мы там приедем. С каких-то лифтов зритель говорил, можно по пути спрыгивать. Но я, честно говоря, не очень понял, с какого именно лифта. Поэтому здесь будем смотреть внимательно. Не этот ли лифт имелся в виду. И великолепно. Отличный шоткат к первому самому входу в локацию. Ну, я так понимаю, теперь он будет работать всегда. И сможем с легкостью сюда подниматься. Один из путей быстро бегать к боссу. Хорошо. Я хочу переодеть кольцо и одеть кольцо жертвенности. Потому что у меня почти 70 тысяч душ. И если я сейчас завалюсь, не имея эстуса где-нибудь, то я бы хотел потратить эти души на подкачку персонажа, прежде чем отправляться сражаться с боссом. Ну, так и есть. Наверняка здесь можно будет проломить крышу. А вон еще проход куда-то. У меня же здесь... Что, крышу проломить нельзя? А как пройти тогда вниз за ту дверь? А эстас у меня никакого нету. Ни на ману, ни на... Арбалетчики. Хорошо. Быстренько смотрим, что еще можно сделать. Можно спрыгнуть... За кладом. К дракону, но... Ладно. Попытаюсь прорваться. Он прорвался. Великолепно. Прерывают. Клад. Чуть не упустил. Обломок. Великолепно. Вот теперь я вообще ничего не боюсь. Беру свой мирный меч. И бежу. Убивать. Да. Отлично убил. И еще один обломок. Превосходно. Куда я вышел? А здесь надо прыгать. А прыгать терять хп. А терять хп умирать? А это же я в каком-то новом месте. С учетом того, что там клад. Значит, я там еще не был. И попасть туда мне нужно. Лестница есть. Прыгать не обязательно. Хорошо. Что здесь? Слава лжец. Да. Лжец говорит про эту стену. И все покупались. И я и этот прозрачный парень. Вот сейчас бы стоило постоять. И воспользовавшись своим чудо-щитом. Просто дождавшись извлечения. Ну, или бы колокольчик свой достать. Который так спасал на первых этапах игры. Но кольцо рыцаря. Мне, честно говоря, лень это делать. Поэтому умрем, так умрем. Главное разобраться, куда мы пришли. Черт возьми. Но на один бросок шарика огненного у меня хватит. А это, судя по всему, та самая дверь. Он бафнулся. Ой-ой-ой-ой, не вытянул. Ой-ой-ой, вытянул. Это было, черт возьми, страшно. Когда имеешь хп буквально на один удар. Так, для начала дверь открыть. От греха подальше. И еще одна дверь к боссу. Просто великолепно. Что у нас здесь пишут? Впереди требуется жест. Ага. Пославь солнца. Ну и дадим. Медаль солнца, которая у нас есть. А это не заработанная медаль. Это где-то подобранная. Ну что ж. Мы теперь можем быть с анбро. Ну и это же не мимик, судя по цепочке. Да. Титанитовая чешуя. Великолепно. Почти все сделали. Почти везде заглянули. По-моему, в один еще за куток не сходили. Ну, вниз спрыгивать и умирать, мне кажется. Так. Ну, у меня же нет ничего защищающего от падения сейчас. А, это позиция для стрельбы. А, это позиция для бросания огненных шаров. Ладно. Все закончилось логично. А, ну вот же, проход. Надо было просто здесь выйти. Хорошо. Сейчас просто сбегаем туда, пользуясь тем, что никаких драконов нет. У меня 76 тысяч душ. И я все равно хочу сбегать. Нет, я сначала хочу, чтобы у меня прогрузилась игра. Впс восстановился. Да. Прямо вот здесь, на входе к мосту, шов локации. И, соответственно, я хочу посмотреть, чего там драконы эти охраняли. Урна молнии. Возвращаю свой новый любимый щит на место. И пока что, кстати, нет необходимости таскать сразу два меча. А, ну разве что на босса надо было бы. Эх, черт. Я ж туда не пройду. Это мне не нужен парень. Все-таки сверху десантироваться придется. Только просто с большим количеством жизни. Чтоб клад это подобрать. Или вот оттуда попройти. Ладно. Идем здесь. Да ну вас нафиг. Не хочу даже связываться. Просто пробегусь. И все. А вось и отстанут какие-то из них. Ага. И здесь прыгаем. Надо было заклинание взять. А то вдруг слишком высоко. Не, нормально. Теперь смотрим, что за место. И как я мог сюда пройти. А не как священный фолиант из лотрика. Великолепно. И мы можем спрыгнуть обратно здесь. Хорошо. Посматриваюсь. В этой локации очень незаметные лестницы на стенах. Поэтому надо прямо глаза напрягать, чтобы увидеть. Особенно, когда немножко на мониторе бликует солнце. Отсвечивает. И совершенно не видно. Кто-то где-то рядом еще сопит. Ну и сейчас я возвращаюсь в Храм Огня. Для того, чтобы потратить свои души. И после этого отправляюсь смотреть, чего здесь за босс такой нам заготовлен. И мне кажется, этот бой будет интересным. А почему бы еще с рыцарем не подразвлечься. Вспомнить молодость, когда мы их убивали. Без пиромантии вот и вспомнил молодость. Давай. Я ж спарировал. Да ладно. Парировать-то разучился. А нет. Умею. Какой устойчивый парень. Я в ролл же ушел. Да. Но опять же спарировал. Ладно. С рыцарем развлеклись. Бежим в Храм Огня. Один-то раз я его спарировал. Я даже вырезать это не буду. Это все равно заслуга. Копийщики всегда вот мне тяжело давались. Было бы, кстати, наверное, очень классно попробовать в ПВП собрать вот такого рыцаря Лотрика с щитом и копьем. К слову, копье такое, оно дает бонус к балансу. Соответственно, вот такой вот копийщик, это очень балансовый билд. И мне это крайне интересно. Попробовать. Ну, может быть, как-нибудь потом, завершив это прохождение, прокачаю себе такого персонажа, копийщика, и попробую видео снять по этому билду. Раз уж сейчас о нем заговорил. Храм Огня. Хорошо. Но как мы будем тратить наши души? В первую очередь уровни, во вторую очередь еще попробовать подкачать свой меч. Или наоборот, сначала меч. Сколько... Сколько камешков я насобирал? Обломков. Десять. Это великолепно. Это означает, что я могу сейчас, наверное, очень неплохо заточить свое оружие. И перчатку пиромантии. Привет. Да. И кусок титанита у меня есть. Перчатка плюс десять. Великолепно. Да, просто праздник пиромантии наступил. Что у нас здесь может быть? Теперь не хватает обломков на то, чтобы увеличить меч, заточенный на огонь. Но зато вполне себе хватает для того, чтобы свой темный длинный меч повысить. А мне кажется, что обязательно когда-нибудь столкнемся с кем-то очень устойчивым к огню. И такой меч пригодится. У меня семьдесят четвертый уровень. На восьмидесятый. Качать хп? Наверное, да. Раз уж так получилось. Что я начал страдать из-за его нехватки. Ну, по крайней мере, до двадцати пяти доведу. Все время руки чешутся дать ей душу-хранительнице огня. Пока обойдется. Все. Мы готовы бежать и проверять, что там за босс нас ждет. И бежим все от того же костра. Тем более, что пробежку уже отрепетировали без столкновения с мобами. Какое я хочу одеть кольцо? Наверное, максимум урона от огня все-таки. И уголек. Есть у меня угли. Целых четырнадцать штук. Следовательно, перед входом к боссу уголек съедаем. Мне бы не хотелось призывать фантомов, даже НПЦ фантомов. Но уже был момент, когда благодаря подсказке я призвал фантома и получил достаточно неплохую игровую штуку. Которую мне хотелось получить. Следовательно, наверное, конечно, имеет смысл все-таки посмотреть сейчас. Вот настырный. Не отвязывается. А я тут поразглагольствовать и посмотреть хотел. Пожалуйста, минутку, я отвечу на звонок. Ну, не ответить на этот звонок я, зритель, не мог. Потому что это было важное дело, касающееся как раз моего предстоящего отъезда. Вопрос решен, вроде бы, и... Чего? И чего? И пошли смотреть. А вот, кстати, я совершенно не на босса взял набор пиромантии. Но теперь уже ничего не изменить. Жду. Встаю у стеночки, пока прогрузится локация. И пошли. Думаю, как-то... Да и что ж такое. Как-то вот так. Нет! Что я творю? Я же хотел уголек съесть. Звонок меня отвлек. Мысли совершенно переключились. И смотрим. Есть ли здесь НПЦшники? Чувак. Походу, был пиромантом. И... Нет. Никаких НПЦ я как-то не наблюдаю. Может быть, там подальше. Еще один знак. Хм. А вот сюда же я не ходил. А уже к боссу собрался. Или ходил? Не ходил? Ладно. Прежде чем к боссу идти, быстренько здесь все проверим. Потому что тоже интересно. Ржавые монеты. Сундук не мимик. Титанит. И снова лифт. Ведение руда. Но на лифте надо прокатиться. Стоит не поддается. Ага. Его надо сначала починить. Судя по всему. Этот лифт. Хорошо. Разберемся с ним потом. Еще один клад. Кольцо со слезным красным камнем. Если я прав, то это кольцо, которое повышает урон, когда у тебя мало хп. И это вещь, которая просто отлично сочетается с марионовым клинком. Действует. Так что действуй. Но там есть карниз. И клад. Да. Спасибо. Здесь похоже не обманывают. Ох, как много хп. Здесь стволи. Тот самый клад, о котором я говорил. А что еще здесь можно увидеть? Ну, вроде как, все. Раз этот клад так хорошо припрятан, значит, скорее всего, он хороший. Колокольчик каифы. Хороший, но не для пироманта. Высота какая? Как бы голова, елки-палки, не закружилась. Хорошо. Отсюда я уйду по косточке возвращения, к костру. И снова побежим к боссу повторять все с самого начала. И я снова забыл поменять набор заклинаний. Хотя бог с ним. Большой огненной сферы хаоса должно хватить. Как-нибудь справимся. В любом случае, я не думаю, что я с первого троя прям возьму. И расправлюсь с этим боссом. Следовательно, это будет больше такая разведывательная экспедиция. Ладно, хватит тут бафаться. Но, а так как мы уже знаем, что никаких НПЦ фантомов здесь поблизости не пронаблюдалось. Следовательно, и призывать никого не надо. Ох, как много санбро. Грузимся. И заходим. Ох, ты елки-палки. А, вот. Это не то. Это вот эта штука. Зря прижимался. Отличный щит парень у тебя. И отличная прогружающаяся локация у тебя. Урона по-прежнему достаточно немало наносится. А вот... И прям стык локации на арене для битвы с боссом. Великолепно просто. Ах. Он из стана прямо вышел с ударом. Это круто. Решетка. Поджал. Кто швыряет? Я так не играю, ребята. По-моему, это те самые летающие штуковины сейчас. Прерывает атаку. Ну, сейчас было бы совсем, на мой взгляд, не честно. Хорошо. В целом все понятно. Очень сильно мешали вот эти подвисания. То есть, похоже, придется стоять где-то в уголке арены. Там ролить босса и пробовать с ним расправиться. Потому что это просто невозможно. Я прожимаю клавишу ролла. А игра не реагирует. Идет вот эта постоянная... Постоянная... Прогружение локации. И опоздание, соответственно. Реакции моего персонажа. Это не очень-то хорошо. Но куда деваться. Поэтому я думаю, что, наверное, все-таки стоять в уже прогружившейся части. И надеяться, что в самый ответственный момент, когда я прожимаю ролл или еще что-то, игра не начнет притормаживать, лагать. Очередной патч, кстати. Мини-патч скачался. Очень маленький. Но, судя по всему, очень плохой. Хотя, вот после предпоследнего мини-патча, у меня, ну, окончательно все стало как раньше. До первых патчей. Игра стала опускать FPS на стыках локаций. Но зато у меня ни одного вылета с тех пор не пронаблюдалось. Черт. Я почему-то постоянно клавиши прожимаю. Не те, какие нужно. Сразу ману поправлю, потому что, по-моему, хватить должно. И снова звонок. Блин. Что-то у меня сегодня утром просто телефонный аншлаг. Ну да ладно. Уголек зажжем. И заходим. Можно было бы, конечно, попробовать... Да, вот эта штука, которая мне мешалась. А вот души-то... Да бог с ними с душами, не буду забирать их там. Хотя их немало. Изловчился. Да, поближе к входу. Но здесь будет меня обстреливать та гадость. Мне поэтому хочется уйти куда-нибудь туда вот. За колонну, как бы. Нет! Простанился. Но он из стана с ударом выходит. Я помню. Так, теперь мне нужно сразу два эстуса. Выбрать время хлебнуть. Лечебный. Да, черт возьми. Очень неприятные резкие атаки. Оказывается, он допускает. Сейчас будет бомбовый удар. Судя по звукам. Он сбрасывает с арены. Ничего себе, босс. А значит ли это, что его можно попробовать с арены сбросить? И сразу заходим. Босс, который сбрасывает игроков с арены. А вот эта штука... Она мне не нравится. Подловил. Я забыл, что выходя из... И надо помнить, что он через эту колонну очень даже пробивает своими чудесами. Пошел бомбовый удар. Вот это комбо! Закрылся! И еще чуть-чуть. И это умеет. Гаденыш! Фух! Непростой босс, но... Все ли это? Что это за штуки летающие, которые... И с вами бы еще разобраться... Они кончились. То есть, каким-то образом они были связаны с ним и погибли после... Гибели этого самого босса. Хорошо. Еще один босс в игре, который мне, ну, очень понравился. Хотя он и не такой сложный оказался. И пиромантия, конечно, наносящая, ну, просто огромный урон. Он в данном случае была хорошей подмогой. А мы, судя по всему, можем пройти в следующую большую часть замка. Хотя и прежние же еще не все исследовали. Там где-то вниз был проход. Вон на том балконе, я не помню, были мы или нет. Охо! И, судя по всему, когда-нибудь можно будет прогуляться там наверху, по этой арке. Но штуки еще летают. И, значит, они еще когда-нибудь попробуют нас забросать. Чем они там забрасывают. Хорошо. Бежим дальше. Немного посидев у костра. Один малюсенький взгляд на дальнейшую часть локации. И, наверное, серию-то можно было по-хорошему закончить. Прошли по локации. Разобрались с боссом. Чего еще надо-то для одной серии? Впереди иллюзия. Не верю. Не верю. Не верю. Но пробую. Нет никакой иллюзии. Впереди предмет. Хорошо. Спасибо. Обломок титанита. И тут куча акробатов, которые запрыгивают на бордюрчики, чтобы оставить сообщение. А все другие акробаты пробуют повторить и оставляют тут же свои красные пятна. Здорово. Что еще здесь есть? Впереди бесцельность. Значит, нету ничего. Слава, бесцельность, да. Хорошая шутка. Мне понравилось. Ну и, похоже, только прямо. И сразу еще один костер. Здорово. Только непонятно, зачем. Вот зачем так близко. Сразу два костра. Ключ от великого архива и мечи Готтарда. Ну, крайне интересно. И это что получается? Великий архив? Да. Открыта в дверь получается в новую локацию. И значит ли это, что мы прежнюю локацию прошли? Конечно, не все еще секреты в ней выведали, что здесь лифт. Кстати, там еще один лифт мы не запустили. Потому что он не поддавался. И вот еще какой-то лифт. Устройство не поддается. Значит, остается разбираться с лифтами. Я так подозреваю, что этот лифт вот оттуда, снизу, где мы не прошли, активируется. И... В следующей серии, значит, отправимся исследовать великий архив. А ты, зритель, напиши, чего там было с лифтами. Во-первых, с какого лифта поподробнее нужно в середине спрыгнуть. Я пока что так и не нашел этого лифта. Хотя, может быть, за кадром побегаю и попроверяю эти лифты. Если это что-то там найду, то обязательно покажу это в следующей серии. И... Также напиши, чего с этим лифтом, как его активировать, который там мне не поддавался. Ну, видимо, кнопку какую-то найти и к нему прямострячить. Следовательно, я тоже это сделаю. Пока же, на данном моменте наша серия закончена. Тебе спасибо за внимание. Оставайся на канале. Пиши комментарии. Жми лайк. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok